Дети братских народов мы мечтой о мире живем. Под таким, на первый взгляд, пафосным названием прошел телемост. Однако другим в 40-й гимназию он быть не мог. Ее директор Александр Овсеевский большой патриот. В числе первых руководителей школ нашего региона он принял у себя украинского школьника. В сентябре семья Максима Камерного бежала из Украины. Утром спишь и ракеты пролетают прямо над окнами, взрываются. Это страшно очень. Поэтому и решили переехать. Сегодня только в школах Октябрьского района Барнаула учатся 17 школьников из Украины. Что пришлось пережить жителям Донбасса, барнаульские ребята, конечно, знают. Рассказывают украинские сверстники. Да и федеральные каналы ежедневно повествуют о событиях на Украине. Но телемост – это возможность узнать обо всем из первых уст. Поэтому большинство алтайских старшеклассников ждали этой встречи с нетерпением. Чтобы оказать поддержку детям Донбасса. Чтобы узнать, как они там живут. Не то, что показывают в новостях, потому что в новостях иногда и врать там могут. Ну а как бы так более честно получится и более подробно. Мне очень было страшно, когда ранил дедушку, потому что он был лучшим дедушкой. Я бы разлюбился, если бы попытался самостоятельно вылезти из подвала. Мне помогла бабушка. Безутайки украинские ребята рассказывали обо всех ужасах войны. Как их родную 112-ю школу Донецка несколько раз ремонтировали после обстрелов. Как на их глазах гибли сверстники. А еще украинцы рассказывали об освобождении их города от немецко-фашистских оккупантов. О победе и о попытках перекроить историю. Цель нашего мероприятия это сплотить детей бывших союзных республик. То есть дружба народов. Потому что безопасность мира зависит от нашего умения дружить, жить в мире, в сотрудничестве. Как это было раньше, до развала Советского Союза. Подобные встречи в самое ближайшее время пройдут и в других школах. Причем не только Алтайского края. Такие телемосты решено организовать в Казахстане и в Белоруссии. А в Барнаульской 40-й школе уже сегодня открыли пункт приема гуманитарной помощи для детей Донбасса. Ольга Калачева, Павел Лаурни, информационный канал, город.